Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вернется ли зима? Надеемся, что да Теплеет и на юге республики Здесь температура будет на несколько градусов превышать показатели метеостатистики Кое-где эхом уходящего циклона отзовутся скоротечные заряды снега А к северу и западу региона атмосфера стабилизируется И погода пойдет на поправку В Казаларде переменная облачность без осадков Минус 5 градусов В Шимкенте не мерзнуть, не прогревать машины не придется Днем аномально высокие для декабря значения Плюс 7 В Таразе солнечно и сухо 2 градуса ниже нуля В Талдыкургане движение городского транспорта Затруднено не будет Потому что снегопад прогнозируется слабым и непродолжительным Ночью заморозки до 14 градусов Днем всего минус 2 На востоке государства Атмосферное давление станет слабо падать Это скажется влияние высотного циклона Из-за чего облачность немного уплотнится Однако показания термометров Будут соответствовать своей норме В Искаменогорске до существенных осадков Дело не дойдет Температура повсеместно начнет повышаться Днем минус 11 В Семее холод не ослабевает В полдень 16 градусов ниже нуля Обновление снежного покрова не ожидается А вот в Павлодаре просто необходимо утепляться Ночью воздух остынет до 27 мороза Днем до минус 19 Центральные области останутся под опекой барического максимума Он продолжит удерживать в регионе Малооблачную погоду с температурным режимом Близким к средним значениям В Жасказгане метеоситуация соответствует климату Но ближе к вечеру возможно усиление ветра Днем ясно и сухо минус 13 В Караганде также стабильно холодно Дневные показатели будут в пределах 10-12 ниже нуля Кстати, понижают температуру тела и некоторые медикаменты А гипотермия в сочетании с морозной погодой Могут привести к переохлаждению Чего не скажешь про обстановку в Алматы Здесь облачно с прояснениями Днем небольшой снег, термометр покажет плюс 3 Ночью 4 градуса ниже нуля Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду В Астане ожидается день без осадков Ночью 22 мороза, днем солнечно и сухо минус 13 Атмосферное давление будет меняться мало И составит 741 миллиметр ртутного столба Кстати, шведские ученые заявили, что температура воздуха является одним из важных внешних факторов для возникновения сердечного приступа Инфаркт реже наблюдается летом и достигает пика в зимний период Выяснилось, что среднее количество приступов за день было в 4 раза выше в те дни, когда температура достигала отметок ниже 10 градусов И кроме того, частота приступов возрастала с усилением ветра в пасмурные и влажные дни Так что берегите здоровье и следите за изменениями погоды А это была метеорологическая служба телеканала Хабар 24 Хорошей погоды! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин